Поздравляю вас с медалью! Какой вы сейчас больше чувствуете сильная радость или чуть-чуть расстройство, что не удалось дотянуться на первом метре? Я на самом деле очень рада, потому что на первой серебряной, ой, на чемпионате Европы я первый раз выступала на трамплее на один метр и сразу же серебряная медаль для меня это очень-очень очень рад. Расскажите про последний прыжок, потому что у вас он был сложнее на две десяток и была возможность достать прыжки итальянцев. Ну, я же не могла знать, насколько она сделает, так что достать или достать, это вопрос другой. Достанет ли она меня? Ну, а так я считаю, что прыжки все сделала хорошо, так что расстраиваться не собираюсь. Столько неожиданно то, что у вас надежда важна опередить, а последние годы лидером была в этом видеопрограмме у нас. Можно повторить вам вопрос? Надежда важна опередили, насколько это неожиданно было, потому что она последние годы лидировала в этом видеопрограмме. А, ну, даже не знаю. Ну, как неожиданно, да. Но она у меня намного старше, опытнее. Будем считать, что повезло. Все говорят про китаянок, да, но вот насколько для вас большой авторитет у Тани Каньюта? Она 13-кратной чемпионкой Европы сейчас стала. Ну, я считаю то, что она достойна огромного уважения, молодец. Она, ну, довольно уже взрослая спортсменка, до сих пор прыгает в хорошей форме. Молодец. А в личных дисциплинах раньше не участвовала на чемпионатах Европы? Участвовала на трамплине 3 метра, но не совсем удачно, так скажем. В этом году, надеюсь, получше будет. Вчера Женя Кузнецов стояла, рассказывала, что так как метр не олимпийский вид, он тренирует его очень мало. Про себя что можете сказать? Ну, у меня то же самое, по идее. Ну, просто у меня же один прыжок намного сложнее был, чем у других. Два с половиной оборота овербак. Вот, поэтому как бы его я тренировала больше, чем другие. Ну, приходилось, чтобы хоть как-то отличиться от других. Вот. Жаль, что, кстати, у меня олимпийский, да? Да. Но я больше люблю трешку. Там тоже сложность будет повышенная? Пока что нет. Но готовим уже. В Казани? Скорее всего, к Олимпиаде. А основную ставку все-таки на синхронные прыжки делаете, на трешку пока что? Да, нет, на трамплине 3 метра я синхронные прыжки не буду тренировать. Почему? Раньше же постоянно? Раньше прыгала, теперь не буду. Не знаю, просто так решили. Решение тренера это? Да. Ставь главного? Главного тренера, да. Ну, девчонки вот Надя с Дианой выиграли чемпионат России, поэтому они будут участвовать. Ну, на следующий год возможно какие-то изменения или теперь только личные? Возможно. Все возможно. Ну, а хочется вообще? Ну, лично мне проще и удобнее, и больше я люблю сама себя прыгать в индивидуале. Расскажите, сколько месяцев вообще готовились к этому старту, и как будете отдыхать? Куда поедете? Ну, готовились мы долго, упорно, очень старались. Спасибо большое еще тренерам, то, что они мне помогали во всем. Вот. Ну, сейчас, я не знаю, надеюсь, конечно, куда-нибудь отдохнуть ездить, но пока что еще об этом не думаю. У меня еще впереди 3 метра трамплина. Пока что все на этом, весь упор. Кристина, а почему вообще специфика выступления на метровом трамплине? Ну, трамплин один метр, он как бы низко от воды, нужно повыше толкнуться, поэтому быстрее крутить. А на трешке там, пока долетишь, все равно можно что-то изменить. А здесь как бы, если уже полетел вниз пузом и не головой, то уже мало что изменить можно. Про Авербак говорили, такой сложный элемент, да, фигурно-катательный. Елена Елены знаете? Не знаю. Лично? Нет. Ну, видела по телевизору. Не путали, не говорили, что вы все раскрепили? Нет. Ну, я как бы не такая еще известная, как она, так что никто пока что во мне не знает. Первый шажок? Ну, будем надеяться, что не последний. Кристина, а вы выступали в Барселанной на ЧК-1? К сожалению, нет, у меня, да, нельзя. А когда у вас, кстати, действительно, в последний раз было такое упорное соперничество, там 0,75 балл отделяло перед последней попыткой, вы припомните, что было прямо вот так вот? Не припомню. Тем более, в стане каньота, да, такая миленькая? Ну да, это мне очень интересно. Ну, буду надеяться, что в следующем году получится все-таки побороться за золото. Кто вас приехал поддержать в Берлин? Есть у вас какая-то группа поддержки или смотрят? Ну, мы спортсмены сами друг друга поддерживаем. А вы как-нибудь следили за тем, как влажно выступает? То есть вы видели, что он... Видела, да? Ну, как не было, не было бы, что вот так вот хорошо пловничные квалификации, и вот так получилось, что оно так отстало. Да, я больше как бы за себя переживала, а не за тем не менее. Ну, не знаю, я старалась об этом не думать, просто думала, каждый новый прыжок обдумывала, а не все в целом. Вчера-позавчера на трибунах были? Прикричали? Да, конечно, всегда болеем за своих, очень поддерживаем. А не боялись эмоции лишние оставить, все-таки свой старт сегодня? Да я даже об этом не думала. Мне кажется, как можно оставить эмоции, когда, наоборот, поддержка, не знаю, ну, в общем, надо же, поддерживать своих. Ты где-то слышал, что вы сказали, когда спросили, кто кумир, Илья Захаров, до сих пор? Ну, да. Ну, как кумир, ну, просто он молодец. То, что олимпийским чемпионом стал с китайцами, поборолся, это не каждому под силу в наше время. Вы из Екатеринбурга есть? Да. У вас там Павел Дацук живет, тоже кумир города, ты, может, с ним как-то пересекались? Нет. Нет? А когда я сейчас попаду, то подвижни. Ну, да, ну, потому что, действительно, как бы, есть знаменитость города, теперь вас там будут в Екатеринбурге узнавать, так, на улице. Ой, да ладно. Нет. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за медаль. Спасибо.